Добрый день! В эфире разговор по существу. Меня зовут Александр Тимшин и сегодня тема программы предпасхальный Великий Пост. Сегодня мы поговорим об этом со священником Даниилом, клириком Свято-Троицкого кафедрального собора города Магадана. Здравствуйте! Здравствуйте! В 2020 году колымчане будут праздновать христиане свой главный праздник священный. В народе такая Пасха в этом году называется ранней, она у нас пройдет с 19 апреля. Такой вопрос, многих волнует он, из-за чего из года в год празднование этого праздника переносится на различные даты. Вопрос пасхалии, расчета Пасхи и связанных с ним праздников Вознесения Господня, Пятидесятницы, конечно же, самого Великого Поста, связан у нас с днем весеннего равноденствия, также воскресенье, которое у нас выпадает на разные даты. Также мы празднуем Пасху не ранее еврейской или иудейской Пасхи. И, соответственно, с этим у нас каждый год эта дата, она разная. Иногда Пасха совершается у нас в апреле, иногда в мае. Каждый год даты разные. Соответственно, у нас и Великий Пост, и другие праздники, связанные с Пасхой, как то Вознесение Господня, праздник Сошествия Святого Духа, Вербное Воскресенье, они отмечаются в разные дни. Как же правильно поститься, как соблюдать пост? Ну и срок довольно-таки длинный. Не секрет, что это довольно-таки сложно. Может, какие-то Вы дали бы советы? Да, действительно, срок достаточно большой. Этот период у нас, период подготовки к празднику Пасхи занимает аж 7 недель. Это, конечно же, 40 дней, собственно, сам Великий Пост. К нему также прибавляется Лазарево Суббота, Вербное Воскресенье и Страстная Седмица. И так у нас получается 7 недель в итоге, 49 дней. Период достаточно долгий. Он сопряжен, конечно же, с тремя составными духовной жизни, вообще православного христианина. Во-первых, это воздержание от телесных каких-то плотских потребностей. Они тоже разные бывают. В первую очередь, конечно же, при слове пост у нас сразу же возникает представление о диете. Ну, конечно же, пища – это одна из наших главных потребностей. Тут воздержание в пище. Какое воздержание в пище для мирянина? Воздержание от пищи животного происхождения – это мясо, это яйца, это молочные продукты и также рыба. Тот, кто может, еще воздерживается в некоторые дни, вообще не вкушает пищи. Особенно в первые дни Великого Поста и в Дне Страстной Седмицы. Вот. Каждый христианин, живущий церковной жизнью, постоянный прихожанин, старается обязательно строго продержаться во время Страстной Седмицы, конкретно Страстную Пятницу, день, когда совершились крестные страдания Господа. Тот день он вообще не вкушает никакой пищи. Вот. Кроме воздержания в пище, также христианин может добавить к этому еще, допустим, семейные пары могут добавить к этому воздержание в супружеской близости. Конечно же, церковь это не регламентирует, это решение самих супругов. У нас единственное строгое воздержание требует церковь накануне причастия. А так, во время Поста по обоюдному согласию супругов. Вот. Также к воздержанию от плотских потребностей, мы стараемся присовокупить также это подвиг покаяния, это также борьба со своими страстями, что называется, то есть греховные какие-то вредные привычки. Есть какая-нибудь зависимость, есть пристрастие к какой-то вещи, к какому-то занятию, и, безусловно, это пристрастие мешает духовной жизни человека. Православный христианин старается во время Поста побороть эту привычку, либо меньше внимания ей уделять. Что особенно характерно, допустим, для тех, кто до сих пор не поборол привычку курения. В период Поста он пытается, постарается победить эту греховную привычку, эту страсть. Либо хотя бы курить меньше. Может быть, он за день выкуривает пачку, а в период Великого Поста он будет курить только 3 или 5 сигарет. А может быть, к празднику Пасхи он вообще, наконец, как-то избавится от этой привычки. Ну, безусловно, это касается таких пристрастий, как пристрастие к просмотру телевизора, телевидения, это пристрастие к социальным сетям, возможно, у кого-то, пристрастие к прослушиванию, может быть, светской музыки. И многое-многое того, что каким-то образом отнимает у человека внимание и время, и то время, которое он мог бы использовать как раз-таки для духовной составляющей своей жизни. И тут мы приходим как раз-таки вот к третьей части. Что еще старается православный христианин совершить во время Поста? Он старается усилить свою духовную жизнь. Он больше внимания уделяет как раз-таки на духовной стороне своей жизни. Как это проявляется? Он старается побольше уделять время молитве. Он почаще уединяется. Молитве не только частной, но также и общей молитвы. То есть он чаще посещает богослужения. Богослужения при этом у нас наполнены как раз-таки таким покаянным смыслом, прежде всего. И смыслом сопереживания страстям Иисуса Христа и конкретно последних дней его земной жизни перед воскресением. Это крестные страдания, это крестная смерть, соответственно, это предательство и многие другие события из его жизни. Если православный христианин не читает обычно утренних или вечерних молитвенных правил, те, которые написаны с молитвословия и благословлены как бы священноначальным для общего потребления, он старается читать их во время Великого Поста. Если он читает в обычные дни их сокращенно, то он старается полностью их вычитывать. Это времени, на самом деле, много не занимает. Последование утренних или вечерних молитвенных правил составит примерно, отнимет у человека всего 20 минут. Опять-таки, конечно же, смысл не в вычитывании, а просто в прочитывании их с полным переживанием. Что еще? Может быть, человек редко причащается или никогда не причащался еще. Он старается во время Поста обязательно это сделать. Он давно не был на исповеди, он старается во время Поста исповедоваться. У него накопились какие-то грехи, он старается прийти и примириться с Богом через таинство и исповеди. Вот таким образом проявляется христианская жизнь в этот период подготовки к встрече воскресшего Господа нашего Иисуса Христа. К слову о богослужении и духовной жизни в период Великого Поста. Есть люди и многие, которые в период Поста не посещают службы в храмах, церквях, то есть сопутствующие. Как к этому регламентирует ли это как-то церковь? Влияет ли это на что-то? И как вы конкретно к этому относитесь? Есть разные причины, по которым люди не приходят на богослужение. Всегда эти причины такие. Во-первых, возможно человек не до конца знаком с церковной жизнью. Он не знает, когда проходит богослужение. Он не знает, что такое утреннее богослужение, вечернее богослужение. Ну, может быть, не был научен. Не было человека, который его научил. Может быть, это первая причина. Вторая причина, также она исходит из первой, это боязнь совершить что-то неправильное. Что-то нарушить какое-то правило духовное. Это церковная жизнь конкретно. И третья причина чаще всего, это духовная лень. То есть, человек как бы ленится в этом отношении. Он начинает обращаться к Богу, только когда возникает в этом конкретно такая острая необходимость. К сожалению, это бывает такое, да. Вот этот период Великого Поста, как раз таки, это повод обратить на это внимание и заняться, начать церковную жизнь. Как это будет проявляться? Тут строгих правил нету, строгих указаний каких-то невозможно дать человеку. Первый шаг для человека, который никогда не жил церковной жизнью, это в любое время, не обязательно в период Великого Поста, это также может быть даже и после Пасхи. Это исповедь, то есть, примирение человека с Богом. Человек начинает устанавливать отношения с Богом, он начинает больше уделять внимание своей духовной жизни. Это домашняя молитва, частная молитва какая-то, это общая молитва. И дальше он начинает потихоньку въезжать в духовную жизнь, вообще в церковную жизнь. Он при этом также первый раз, возможно, причащается. И к этому причастию тоже нужно по-особенному подготовиться. Не просто так. Я захотел, пошел, причастился. Ты Бога принимаешь в себя. Ты подготовь свою душу к этому. Будь добрый, пожалуйста. Просто подготовься к этому, как положено. Вот такие требования. Период Великого Поста, еще раз напомню, что у нас богослужения наполнены покаянным смыслом. Это не время праздников, это время, еще раз скажу, сопереживания страсти Иисуса Христа, которую Он пережил в преддверии, перед тем, как совершилось воскресение. Это период внимания как раз-таки к своей духовной жизни. Что бы Вы пожелали нашим телезрителям, которые нас смотрят, которые собираются выдержать пост? Может, кто-то в первый раз это делает, такой шаг довольно-таки серьезный. Что Вы бы пожелали? Что можно пожелать? Я, во-первых, должен сказать, что неразумно думать, что пост – это какое-то бремя, которое Церковь навязывает людям для исполнения. Это не какое-то правило для строгого соблюдения. Мы не заставляем никого поститься. Кстати, мы всегда помним то правило, которым стараемся регламентировать свою жизнь во время поста. Это из слов апостола Павла, который говорит, что тот, кто ест, да не унижает того, кто не ест. И тот, кто не ест, да не осуждает того, кто ест. То есть, если ты постишься, ты для себя постись. Не смотри на другого человека. Потому что иногда бывает, когда человек начинает поститься, он начинает смотреть на других. Вот я пощусь, я вот как бы живу церковной жизнью, я такой праведный, а я еще ничего по сравнению с другими. И обратная реакция, с другой стороны, да, человек, который не постится, он говорит, вот зачем это нужно, посты какие-то нам Бог заповедовал радоваться вообще. Мы должны как бы всю свою жизнь проводить в радости, что это кто-то придумал такое пощение. Хотя, если исходить из слов самого Иисуса Христа, он говорил, что будет время, когда отнимется, дословно говоря, жених, подразумевает себя, и будут поститься в те дни. У нас такие дни есть среда, пятница и вот такие периоды, как Великий Пост. Что нужно сказать еще? Не нужно бояться этого периода, не нужно бояться этого подвига. Пост – это не сама цель, это лишь только средство. Мы держим пост не ради самого поста, а ради того, чтобы приблизиться, ближе стать Богу. Ради того, чтобы избавиться от какой-то греховной привычки. Ради того, чтобы свои какие-то телесные потребности подчинить, прежде всего, духовным потребностям. И в этом смысле пост – это замечательное средство в достижении какой-то определенной цели. Еще раз повторюсь, что пост – это не сама цель. В православии многие учители церкви говорят о посте как о весне души. То есть, в это время, когда душа начинает расцветать по-другому. И особенно это легко прочувствовать и понять, когда человек еще соединяет пост именно с церковной жизнью. Как мы знаем, перед началом поста у нас такой небольшой период подготовки к нему, вхождение у него – это период масленицы. Еще прощенное воскресенье, когда все друг у друга просят прощения. И когда пособенно приходишь на богослужение, тут все друг у друга просят прощения. Священнослужители, миряне, домой возвращаешься, домашние с тобой примиряются. И тут ты понимаешь, что душа твоя требует этого поста. Тебе это нужно. Что можно добавить к этому, что у нас уже прошла одна седмица поста, то есть целая неделя. И, возможно, кто-то еще не присоединился к нам. Может, никогда не поздно, может присоединиться и сейчас начать эту жизнь. Может и попозже присоединиться. Пожалуйста. Тут нету каких-то строгих правил и ограничений. Возможно, кто-то скажет, мне по состоянию здоровья запрещен пост. Но, скорее всего, правильно будет сказать, вам запрещен пост в пище, именно в воздержании от некоторой пищи. Что нужно сказать? Если вам врач рекомендует употреблять, допустим, молочные продукты или мясные продукты, употребляйте, как вам говорит об этом ваш лечащий доктор. Но вы можете также побольше усилить молитвенное правило, побольше участвовать в богослужебной жизни. Возможно, воздержаться от чего-то другого больше. Как отметят православные города Магадана, праздник Пасхи в этом году, будут ли какие-то мероприятия, концерты, может быть, чего, ну, окромя, естественно, служб? Да, кроме торжественных богослужений, которые у нас будут, обычно в храме совершаются в течение всей пасхальной недели, это торжественные богослужения, безусловно. У нас будут проходить пасхальные концерты, это концерт в муниципальном центре культуры, это концерт у нас, воскресная школа, будет давать свой концерт здесь, в актовом зале Троицкого кафедрального собора. Это концерты в домах культуры поселков, и также в рамках праздника у нас планируется ряд мероприятий благотворительного характера. Мы постараемся поздравить людей, нуждающихся в особом, в особом внимании, в особой заботе. Это те, кто являются подопечными домов инвалидов, психоневрологических каких-то интернатов, детских домов, также многодетные семьи, либо какие-то малобеспеченные семьи. Обычно порядка полторы тысячи человек мы стараемся поздравить с этим праздником. В поздравлении участвуют у нас как священнослужители, также дети, воспитанники воскресной школы, и также волонтеры общественного движения «Колмаза жизни». Спасибо. Ну что ж, мы благодарим вас за беседу, а телезрителям мы напоминаем, что у нас сегодня был в гостях священник Даниил, клирик Свято-Троицкого кафедрального собора города Магадана. До встречи на нашем телеканале. С вами был Александр Тимшин. До свидания. Субтитры подогнал «Симон»